И просто перекроем выезд и полицию вызовем. А что полицию разъяснить? Вы вообще некомпетентные люди, вы не понимаете, что ничем кроме камня болота нельзя отсыпать. Что за битый кирпич и бетон мы тут видим. Итак, какие-то остатки моющих средств. Вот здесь вот обувь. И больше скажу, здесь даже есть рог животного. Как он здесь оказался и откуда везут сюда весь этот мусор, нам предстоит разобраться в сегодняшнем расследовании. Торф поднял, вот сейчас котлован выкопал. Торф поднял, сейчас кирпичом забыл. И пусть дети здесь живут дальше. Я словно Иисус Христос хожу по воде. Ведь на самом деле, вам все кажется, здесь не земля, а все это водный объект, который собственник участка решил отсыпать отходами 4-5 класса опасности. Однако, по его мнению, здесь происходит всего лишь навсего планировка участка, в то время как грузовики, наполненные бытовым, строительным и прочим мусором. Один за другим сюда приезжают и скидывают весь этот мусор в водный объект, находящийся за моей спиной. А что здесь будет после того, как засыпят болото? Участка? Ихлый участок. Ну я понимаю, ну что здесь строить? Дом? Так все живут на этом. У нас строится на свалке. Вся балашиха на свалке построена. Чего здесь только нету. Помимо бытового мусора, здесь огромное количество вбитого бетона и даже вот такие вот бетонные блоки, которые раньше использовались, даже сложно сказать для чего. И все это хранится на небольшом участке. Складировано огромное количество мусора, которое только можно себе представить, какой ущерб экологически наносит всей округи. Так откуда кирпич-то вот этот? Я смотрю, бордюрный камень, еще откуда-то. Это администрация дает все? Глыбы бетона валяются здесь прямо в воде. Между прочим, этот мусор закопан на глубину аж 3 метра вниз. И что самое интересное, как только приехала полиция, тут же водитель трактора буквально запрыгнул в свою кабину и попытался скрыть следы правонарушения, разравнивая весь этот мусор и засыпая его землей. Но не успел. Сотрудники правопорядка приехали слишком быстро и успели зафиксировать все правонарушения. Скажите, пожалуйста, ну хоть сейчас примерно понятно, в чем суть предъявленных обвинений и нарушений на данном участке? Нет, нет. Вот этот здоровенный КАМАЗ, который еще не так давно высыпал все свое содержимое в водный объект, записан на юридическое лицо. Соответственно, и штрафы будут многократно больше, чем если бы это был просто человек. Однако, что же за юридические лица замешаны в сегодняшней нашей истории? По информации самих же водителей, а также местных жителей, мусор сюда поставляет некая компания Верба. Это местный промышленный оператор, который должен заниматься обработкой отходов. Однако, мы видим, как по факту происходит деятельность этой компании на этом участке. Вернувшись с рейда, мы стали поднимать документы по компании Верба. И что оказалось? Собственник участка, где мы зафиксировали нарушения, Борис Иванович Басов, никто иной, как учредитель Вербы, той самой компании, которая все эти отходы свозит. Попахивает настоящей коррупционной схемой, где группа лиц по предварительному сговору организовала вывоз этих вот отходов не на полигон, а на участок и водный объект. Знаешь, если здесь подровнят, 10 миллионов пойдет в сутки. Откуда это? Четыре участка, 10 миллионов. Стоит вот 10 миллионов? Да, вот если чисто песоком подровнят. Если вы где-то видите, что сгружают строительные отходы, где непонятные свалки, куда едут бесконечные верницы грузовиков, проследите, посмотрите, что это за территория и обращайтесь к нам в Экорейд. Обязательно приедем и разберемся.